Приветствую вас. Под стабильностью психики понимается отсутствие серьезного определяющего влияния влечений на поведение человека. Под стабильностью психики понимается это, то есть когда психика не контоминирована потребностной сферой. И действительно, часто бывает, что именно к 30 годам все это приходит в такую вот норму, вот, формируется ценностный аппарат, формируются основные установки, формируются основные векторы человеческой деятельности, ну, деятельности личности в данном случае. К 30 годам человек зачастую перестает быть ищущим, он понимает, чем он хочет заниматься, он видит себя, видит, каким он хочет быть, видит, куда он идет. И, соответственно, все основные выборы, все основные решения жизненные уже приняты. И все вот это вот в совокупности и составляет стабильность психики. Вот. Но если мы говорим о конкретных годах, к которым она формируется, то видит, конечно, возможны погрешности, потому что все люди разные и, в общем-то, к 30 годам это такая история характерна для женщин больше. Но у мужчин к 30 годам, например, это, к мужчинам 30-летним это относится в меньшей степени, потому что мужчина достигает зрелости несколько позднее, чем женщин. Вот. Судит это такая очень примерная, очень примерная цифра, вот, которая, ну, которую следует понимать как очень такую приближенную. На самом деле стабильность достигается у некоторых людей раньше, у некоторых людей позже, у некоторых людей вообще не наступает. Вот. Например, у творческих людей, да, и так далее. То есть, я не думаю, что именно вот 30 лет является, ну, 30-летний возраст является каким-то рубежом, вот. Опять же, все очень многое зависит от личности, от его конституции, от воспитания, от среды, вот. Но человек имеет в виду, что 30 лет это возраст, когда человек достигает именно психологической зрелости. И психологическая зрелость определяется тем, что я сказал выше. Вот. И да, условно, это где-то вот как раз к 30 годам происходит. Но, опять же, у женщин это так, у мужчин это в меньшей степени так. И существуют различные, различные вариации того, что мы понимаем под психологической стабильностью. То есть, иногда бывает так, что вот те элементы, которые я назвал, допустим, они соблюдаются, но не все, да. Можно ли назвать такого человека психически стабильным? Можно назвать психически стабильным человека, если у него все элементы соблюдены, все элементы присутствуют, кроме, например, того, что потребностная сфера продолжает оказывать влияние на действия человека. То есть, человек успешный, человек знает, чему он хочет заниматься, человек знает, куда он идет, человек понимает, чего он хочет. Человек, в общем-то, все основные решения принял, но по-прежнему на него оказывает действие, влияние, точнее, его потребностная сфера. Можно ли назвать психически нестабильным человека, если, например, он продолжает искать себя, но при этом это его осознанное решение искать? Да. Поэтому здесь вы используете такой вот термин и Лобковский использует такой термин, который я бы назвал научно популярным. И это не точный с точки зрения психологии термин стабильность психики. Хотя бы потому, что психика это не монолит, это живая материя, в которой происходят процессы. Понимаете? Поэтому тут все несколько более неоднозначно, чем вам может казаться. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...